Приветствую зрителей канала Лёша Играет, вы слышите Алексея Халецкого и я могу вам заранее до выхода ещё игры показать Тропико 6. Но прежде чем играть, давайте персонализируем своего диктатора. Не буду долго вас мучить, я собственно сделал Лукашенко, усы, форма красно-зелёного цвета. Единственное, что почему-то цвет не меняется, он не какого-то рыжего цвета, хотя седые коричневые усы, это фиксирует, но цвет волос почему-то я ставлю седые, они вон красные остаются. Всё равно будет такой... В общем, будем отыгрывать Лукашенко, это особо ничего не влияет на игру. Единственное здесь, что влияет, это черты характера. Вот, я поставил харизматичный, это стопудово про Александра Григорьевича. Будем, в общем, диктатора Беларуси отыгрывать, так как я сам из Беларуси. Ну ещё тут можно размещение дворца сделать, его можно всячески тоже изменять, этим я заниматься не буду. Сделали президента, поехали играть. Как видите, версия пока 0.91, видимо, когда выйдет игра, будет уже версия 1.0. Ну, я начну новую игру, причём не миссии, а песочницу, всегда интереснее в песочнице играть, по моему мнению, тем более, что я более-менее в тропика разбираюсь, я посмотрел тут обучающие миссии изначально, сильно механики не изменились. Поэтому давайте выбирать, на каком острове, точнее так, одно из улучшений по сравнению с пятой частью, что вы не на одном острове играете, а на таком архипелаге островов. Так что надо вот выбрать, на чём сыграть. Защита сверхдержавы, размер средний. Повыбирал я карты, решил сыграть Пульпо Ассуль. Если мне не изменяет память, то... Ну, Ассуль точно синий, в переводе с испанского. Вот Пульпо, я глянул, это осьминог. Синий осьминог, то есть такие щупальцы. Тут всё, установки оставляю как есть. Никакого выигрыша, буду просто песочницу играть, как надоест. Так надоест. Ну что ж, поехали. Настройки графики у меня максимальные стоят. Пока нету никаких контрактов, но надо вообще посмотреть, что мы тут добываем. Глянуть на наше расположение, на наши острова. Каким-то рядом жерло вулкана, видимо, уснувшее было. Так, 75 жителей изначально, 50 тысяч денег, поддержка 100%. Я перепишу историю. Если понадобится, то я... Что харизматичный делает? Улучшает отношение к вам каждой фракции на 2 и улучшает отношение со всеми сверхдержавами на 2. Но это не так уж сильно круто, но... Выбрали харизматичного, так выбрали. Восемь кукурузу добываем. Значит, нам, в принципе... Так, надо жильё построить, я так понимаю. И нам надо, в принципе, кукурузу пока экспортировать. Или пока вообще ничего не экспортировать. Ладно, поехали. Начнём строить с... Жилья. Правда, почему-то жильё... Барак называется, но... Я не считаю, что барак... Хотя бы трущобы как-нибудь будут назвать. Давайте, барак на 6 человек. Видите, у меня тут куча... Лачук стоит. Это народ... С низким достатком живёт. Давайте для них бараки построим. Здесь заодно дороги проведём. Проведём. Так. А, стоп. А построено ли у нас? Да, компания перевозчиков построена. То есть, это те, кто, собственно, занимается строительством. И проведём здесь дорогу. Так, ну, запускаем игру. Здесь, наверное... Так вот эти слои включать. Усорить на удовлетворённость. Свобода, покрытие развлечений. Качество развлечений не очень, не очень. Так, ну, нам надо... Видимо, таверну хотя бы одну. Вот здесь давайте поставим. Это у нас... А, у нас стоит уже таверна, блин. Так, надо как-то проверять, что вообще у нас исследования не выбраны. Улучшенные морские перевозки. Режим работы. Колония. Коэффициент миграции. Вот, давайте колония-поселение. У нас, наверное, правда, нечего исследовать негде. Трущобы тут полностью заполнены хотя бы. О, тут, кстати, не полностью. Обычная функция. Качество жильёв больше, но качество жилья снижается. Нет, давайте мы лучше построим. Так, глянем вообще, что тут можно добывать. Разновидность скота. Скот, овцы. О, вот здесь можно овец разводить. Крокодилы. Я бы крокодилов поразводил, да. Свиньи, ламы, козы. Что у нас... Пока не ускоряю никак. Что у нас с промышленностью? Лесопилка, спиртзавод, дубильня. Но у нас тут, собственно, дерева не так много. Так, что... Теперь ещё посмотрим с занятостью. Рабочая сила. Без работы 39 человек без работы. Шесть. Так, что мы тут? Единая культура. Не снижается производительность. Не снижается плодородность. Так, это ничего пока ещё не можем сделать. Улучшить плантации никак. Да, конечно, сложноватые я острова выбрал вообще. А мосты я уже могу строить? Тоннельное соединение. Вот если я мост захочу построить, это вообще возможно? Нифига. То есть не сейчас, да? А что с кукурузой хорошо? Вот я добываю кукурузу. А, условия выращивания кукурузы. Тут всё зелёненькое. А может ещё такая плантацию кукурузы и подписать на продажу кукурузы? Договор. Давайте торговля. Товары для обмена продукты питания. Кукуруза. Ну, это импорт. А экспорт мяса и рыба только. Вот блин. Вот блин. Что вообще самое такое выгодное на данный момент? Кофе, мясо, рыба, сахар. Так, хорошо. Что с кофе у нас? Какие у нас варианты с кофе? Посмотрим. Какао, кофе. Ага, ну вот тут я могу кофе сделать. Добычу кофе, да? Давайте проведём туда дорогу. Так. А если я просто буду строить кофе? Спиртзавод, дубильня. Плантация. Кофе. Ага, оно показывает мне здорово и показывает. Угу. Надо было пробовать здесь, конечно, две разместить. Плантации. Так. Первая плантация. Поехали. Строиться. Ну, видите, у меня очень маленькое место тут для развития пока. То есть я взял как-то в сложное место. Давайте сразу вторую плантацию. Это будет похуже, правда? Немножко работать. Ну, вообще, да, оно всё равно нормально так. Так, пошло строительство. Что по инфраструктуре у нас? Порт построен. Инженерная компания. Ага, вот у меня, по-моему, инженерная компания. Нет, инженерная компания вот есть. Режим работы. Игнорировать требования безопасности. Не хочу. Игнорировать больше рук. Повышает количество рабочих мест. Давайте вложим. Здесь что? Базовые настройки. Увеличение размера команд на 50%. Но каждая команда 5% груза может потерять. Да ну нафиг. Я спрашиваю себя, оправдывает ли цель средств? Революционеры хотят. Взведите, стране, пиратская пещера. Срок 180. Я получу 10 иммигрантов или визайн 2000. Ну, давайте попробуем. Приятно иметь возможность выбора. А короны хотят? Зарешите торговый путь экспорта с державой короны. Актернатором или за них? Так, давайте остановим. Чуть медленнее сделаем. С короной. Ну вот кофе как раз. Давайте подпишем контракт на кофе. Сейчас оно строится. А что за пиратское, блин? Это какое-то развлечение, что ли? Цирк. Театр. Парки. Не, серьезно, а что за... Пиратская пещера. Взведите строение, пиратская пещера. Фиг знает, что за оно. Не развлечений нет. Веселая пристань. Явно не здесь. Развлекуха. СМИ, Абра, газета, библиотека. Пока не сейчас. Туризм. Ну вот для туризма какая-нибудь пиратская пещера. Нет? Нет. Общественная служба часовни. Вот продуктовый магазин, наверное, стоит. Во! Пиратская пещера. Отправить пиратов Фред, чтобы искать ресурсы или людей. Здорово. А где она строится? Необходимо разведить на пляже с доступом к воде. Прямо рядом с портом, видимо. Или как-нибудь отдельно. Типа мы к нему не имеем отношения. Давайте. Здесь построим. Вот этого я, кстати, не помню в прошлом Тропика, чтобы какие-то пираты были. Так, поехали. Что с кофе? Единая культура. Нет, пока ничего не будем тут менять. И тут улучшений нету, да? Кинос, вообще, строение уже есть. Вот списки строений. Транспорт, инженерная компания, порт еда. Три плантации. Барак, загородный дом. Две таверны. Общественные службы. Часовня одна есть. И двое, значит, часовня уже есть. Кстати, где она? Кто-нибудь видит часовню? Это, наверное, магазин. Это тоже барак. Странно. Где часовня? Можно как-то к ней перейти? А, вот она, господи. Самое большое здание на карте Леша не видит. Как всегда. Так, хорошо. Что с работой? Указы, кстати. Накормите. Жене с капиталистами повышается. Нет бесплатных обедов. Обязательная сиеста. Качество работы каждой вылечи на 15%. Производительных рабочих мест снижается на 12%. И загрязнение. Ну, давайте сиесту. Работать тяжело. Стоимость средств сеживого жения снижается на 50%. Пока нет. Он слишком дорогой. 7500 стоит. Так, что? Без работы 18 пока. И две вакансии есть. Отлично. ВИВАЛЯ РЕВОЛЮЩИОН Вместе с 10 мигрантом и революционеров хочу получить. Так, сколько у нас вместимость здесь жилья? 6 человек? В каждом домике или как? Да, 6? 6. Всего у меня жители 91. О, у меня там намного больше этих бараков. Так, это у нас таверна. Таверна. Магазин не построен еще. Кокосовый комбайн, лагерь лицорубов, рыбацкий причал. Этим пока не занимаемся. Порт перевозчиков. Общественный водоподуктовый магазин надо. Здесь поставлю. И тут у меня дальше будут идти кварталы застройки. Так, что тут с пиратской пещерой? Что она делает? Открыть экран рейдов. Грабить бананы, грабить кокосы, охота за сокровищами. Ну, я не знаю, что это такое. Честно говоря, это новая механика. Очки рейда. Спасать любых. О, давайте будем спасать образованных. Ограбление Стоунхендж. Скорость. Пираты будут находить потерпевших в корабле окушениях с установкой на их образование. Потерпевших найдется мало. Или вот ограбить всякие чудеса. Все дети автоматически получат полное школьное образование. Не знаю пока. Центр кибероперации еще, господи. Интересные штуки какие-то тут еще будут. Так, что у нас с добычей кофе и с торговлей? Кофе вообще как тут добывается? 8 из 8 рабочих, 8 из 8. Экономика. 14 человек без работы. Можно на 14 человек. Так, еще тут магазин достроится. Сначала посмотрим, сколько здесь будет рабочих мест. И поищем, что нам еще построить. Как у нас... Уделите мне минутку. Снести количество безработных на 7. Сделаем. Сделаем. Так. Посмотрим, что у нас вообще в политике. Революционеры. 57. Анархисты 45. Но пока выборы не происходят. У нас пока колониальное это. Я просто назначен королевой считать или королем. Четверо. Четверо. Что можно улучшить? Нет на складе продуктов. А тут нет никакого улучшения. Губернатор. Я спрашиваю себя. Рыба. Рыбачки. Да. Согласен. Я только хотел сказать, что надо бы рыбу построить. И вот оно. Вот она рыба моей мечты. Рыбацкий причал. Ага. Ага. Где рыба у нас? Добывается. Какую часть? Вот так. Давайте здесь. Тут пираты и рыбаки вместе все. За одно дело. Так. Рыбацкий причал делаем. То есть, мне какая-то еда, чтобы тут продавался. Вообще, в принципе, вот кукуруза продается. Отлично. Что у нас еще? Инженерная компания. Порт. А что порт перевозчиков? Зачем он? Позволяет перевозчиков. Доставить товары на другие острова. А, значит, мне это пока не надо. Мне это пока не надо. Урожай кокосов с ближайших пальм. Ну-ка. Где тут? Ну, вот здесь, наверное, можно построить. Кстати. Ну, вообще, сколько рабочих мест, опять же. Сейчас будем смотреть. Сейчас достроится рыбацкий причал. Вот он достроился. Кофе условия выполнили. Должен сказать, я рад работать с вами. В нашем речи срок действия мандата. Рыбу производим без работы 7%. 5 рабочих. Так, я могу с кем-то еще торговый путь. Вот опять же кофе. Две плантации кофе стоит. Почему бы это не использовать. Причал как-нибудь улучшается? Да, бретонная лодка. Работники собирают не только рыбу, но и 0,25 единиц морепродуктов при базовой производительности. Давайте улучшим. Что по безработным? Экономика, развлечения. Вообще, это район из 37 безработных граждан, 18 бездомных, 10. Давайте еще, во-первых, построим бараков. Раз. Два. Дальше построим загородных домов. Раз. Два. А, это для более зажиточных. Три. Четыре. Так. Безработных 18. Для 7% у меня должно быть... Ну, кстати, это что-то уже близко к 18. Ну, вообще, что-то надо сделать, да, такое. Кокосовое. Собирание кокосов хотел построить. Спиртозавод. Так, кокосовый. Значит, дорогу сначала давайте проведу. И... Кокосовый комбайн. Странный, конечно, перевод. Так. Опять не хватает. Грузовое судно прибылает. Я тут с ними торгую всячески. Обязательное сиесто достигает первого уровня. Кстати, что по указам? Какие у нас еще варианты? Во время еды граждане поднимают две единицы пищи. Ну, не знаю. Не хочу пока. А. Давайте газету... Больше, губернатор. Только больше. Торговый путь с короны завершить. Ну, у меня как раз сейчас идет сими торговый путь. Так что... Работаем. Работаем. Что по бездомным 10 все равно. Хорошо, что вы не хотите тут жить. Ну, я думаю, сейчас они поселятся тут. Я сейчас снесу. Приселятся они. Что-то не так, губернатор. У меня появился... Переход к керри мировые войны. Так. Провели. Вы сделали правое дело. Увеличиваем срок действия мандала. Ну, денег мне пока не надо, видите. Тут все... Довольно... Что-то народ не хочет особо в маэти. Я им сношу, сношу хижины. Давайте, наверное, маленькие. На control нажимаешь, по идее, на все должно сейчас действовать. На все такие, да. Ну, зато содержание увеличилось. Наша революция лишь сравнительно великая. Давайте еще 10 мигрантов-революционеров. Так, без работы 7% все еще у меня. Что тут с кокосами? Уборщик кокосов. Прокачиваем. Что у нас еще есть? Лагерь лесорубов. Ну, бревна я не хочу. Честно говоря, прямо вам скажу. То есть, рудник. Что у нас с рудниками вообще? Где их можно поставить? Так, давайте я подальше посмотрю. Знаете, в чем проблема? Не очень удобно сделано. Когда выбираешь строительство, нельзя... А, ведь у Скофина на угле, похоже, находится. Так. Где еще? Здесь больше нигде. Все, Скофина на угле. Вот еще уголь. Вот сюда как-то надо провести. Вот здесь надо рудники поставить. И там, видимо, эти причалы сделать. Ладно, хорошо. Дальше что с промышленностью? Спиртзавод. Добывает сахар, перерабатывает сахар и производит ром. Немного загрязняет. Перерабатывает шкуру, производит кожу. Загрязняет. Ну, надо бы... Надо бы, наверное, что-то вот так. Так, давайте сначала газету и библиотеку. Публикуется... Библиотеку, во-первых, для начала. Все-таки исследования. Где-нибудь рядом. Вот здесь. И газету, наверное, тоже. Так, они должны действовать на всех жителей. Тогда где-нибудь в центре лучше поставим. Ускорим. Ну что, там эти лачуги я разрушил, переселились. Бездомных восемь, безработных четырнадцать. Ну, сейчас появятся, я думаю, в библиотеке и в газете это дополнительные рабочие места. Добейтесь среднего одобрения фракции и революционирования 60 из 60. Угу. Хорошо. Я извиняюсь, дружище, но мне нужно... Так, еще торговый путь с короной. Блин, неужели... Хм... Не говорите, что они больше не хотят кофе. Хлопок, табак, сахар и рыбу. Ну, давайте рыбу. Рыбу. Так, что хотят революционеры? Чего хотят революционеры? Барак. Загородный дом. Исторические отношения. Лидер фракции. А, да, я думаю, что пропаганда поможет. Когда построим газету. Вы сделали право... Может, уже денег взять? В следующий раз. А то у меня уже тут срок мандата прилично увеличен. Производительность снижается на 25%. Зато производительность каждой старшей школы и колледжа повышается. Ну, у меня нету старшей школы и колледжа, поэтому не надо. Улучшить нечем. Люди пришли с просьбой, но ради безопасности мы ее засекрели. Хорошо. Кукурузу можем произвести. Так, что здесь? Независимые граждане. Живущие подблизости от редакции могут стать сторонниками революционеров. Снижается на 25%. Каждый раз, когда они ложатся спать. Хозяйственность. Вы получаете 3 доллара за каждого гражданина, проживающего поблизости от редакции газеты. Каждый раз, когда они ложатся спать. Но снижает уровень свобод на 5. Ну, давайте попробуем. Как это будут поддерживать? Так. Надо такие безработицу снижать. Для этого... Ага, так, торговля закончилась. Что нам тут выгоднее всего? Шкура, табак, сахар, ром, кожа. Нечего мне продавать. Нечего. Давайте соедимся вот с этим островом. То есть, дорогу я пока, так понимаю, не могу строить. Ну, если... Строить мосты в колониальной эпохе пока невозможно. Поэтому, видимо, надо строить порт перевозчиков. Ну, что, здесь? Не уверен, что правильный выбор, правда. Буду честен. Хорошо, как я здесь тогда порт перевозчиков построю? Как мне вообще сюда перебраться? Для меня пока нет... Не, ну, подождите, эти перевозчики, они... Как раз позволяют перевозчикам строить товары на другие острова, так? Может, мне сначала надо построить, а потом на том острове что-нибудь строить? Получается... Получается... И там у меня будет остров с шахтами. Я там буду кучу ресурсов добывать. Больше, губернатор. Только больше. Так, опять с короной надо торговать. А чем? Нечем пока. Шкура, табак, сахар, мясо, какао, золото. Пока ничем не будем торговать. Почему вот хижины появляются? Я же делаю, блин, бездомных граждан 14. Наша революция лишь сравнительно великая. Но с вашей помощью... Что за бесплатный случайный чертеж? Давайте глянем. Ну вот видите, тут требуются чертежи, я так понимаю, для всего этого. Так что ж я за чертеж получил? Матросы. Количество рабочих мест повышается на 6. Да, нам надо повышать количество рабочих мест. О, смотрите, так рейды выполняются там. Что-то даже происходит, вот написано, что рейд выполнен, спасение, ограбление, Регистана. Очки рейда 600, требуются очков, а так оно накапливается. Все дети авторически получают полное школьное образование. Нормально, нормально. Так, ну давайте я охоту за сокровищами. Дальше поставим, потом спасать образованных. Так, ну хорошо, тут у меня 6 рабочих. Теперь я вот хочу здесь... Надо ли мне здесь порт перевозчиков строить? Вот в чем вопрос. Как вот оно будет строиться? Как это сюда будет добываться? Или они как-то между собой будут все-таки плавать? Строительный рабочий. Ага, поплыл строить. Здесь явно надо отдельно создать инфраструктуру. Что у нас по шахтам? По рудникам. Уголь, золото. Вот я бы золото добывал там, тем более, что корона хочет золото. И здесь надо, видимо, инженерную... Или нет? Вот непонятно, как оно тут будет строиться. Вот эти плывут, хорошо. Пожалуй, построиться, я так понимаю. Губернатор, люди пришли с просьбой. Производство рыбы 500, это без проблем. Вот, пошло строительство. Здесь строители не могут добраться до места строительства. Соедините острова, построив причалы или мосты. Ага, значит, когда вот здесь будет причал, значит, оно будет строиться. Значит, достаточно просто причалы построить. Я так понимаю. Да, пошло строительство. Отлично. Теперь вопрос, надо ли здесь строить компанию перевозчиков. Ну, я думаю, что надо. Тут всё-таки надо. Так, что у нас ещё и здесь добывается вообще. Так, туда сразу улучшим. Количество рабочих мест увеличим. О, здесь. Бездомных. Безработных 15. Это уже 10%. Ещё чуть-чуть осталось. Что, мне тут дома тоже строить, что ли? Хм, я хотел, чтобы у меня жильё только в одном острове было. Обязательное съезда второго уровня. Тут всё само прокачивается. Качество работы каждого рабочего места учитывается на 20%. Производительность рабочих мест снижается на 8. Загрязнение снижается на 10. Ну, давайте попробуем ещё накормить и народ. Надоело, что ваши ж... Да, тут, видимо, жильё надо строить. Получается. Чего у меня очень не хочется. Так, что тут можно улучшить? Ничего нельзя. Так, давайте золото с короной торговать. О, ну вот, уже нельзя. А, вот золото есть. Поехали. Золото добывается у меня. Так, какие у нас тут ещё ресурсы? Вот это что такое? Железо. И тут железо. Но я пока не хочу добывать железо. 7%. Колония-поселение исследована. Вот, готово. И снова проявилась широта. Так, что у нас тут по исследованиям? Так, а что я вот это открыл? Где это открывается? Ладно, что я могу в газете делать? Пока ничего. Хозяйство. Просто деньги получаю. Что в библиотеке? Режим работы для строения библиотеки. Церковный налог. Детский... О, колония-поселение открыто. Коэффициент мигр... А, ну да, я как раз это открывал. Улучшенные морские перевозки. Пошла работа. Что у меня с деньгами? Уже... Казна. Прибыль за 12 месяцев. Расходовая куча всего я построил пока. Хорошо. Что у меня с торговым путем на... На золото сейчас идет, да? Пока я только один могу делать. Экспортировано ноль. Видимо, еще и не добыто ничего. Режим работы почти по-человечески. Ну, блин, неужели тут надо дома тоже строить? Ну, ё-моё. Если на каждом острове заниматься домами как-то не весело. Что у нас, да? Бездомных 37. Безработных всего 9. Общая удовлетворенность. Пища и здраво... Ну, здравоохранение. Но у меня, по-моему, его нету просто. Даже нечего построить. Театр. Продуктовый магазин. Часовня. Кстати. Сторожевую вышку. Ну, вроде пока нормально. То есть, мне кажется, рановато еще. Сторожевые вышки. Вот это вот все. Что со спиртзаводом? Наверное, нужна... Сахарная плантация нужна для начала. Что у нас с сахаром? Ну, вот здесь, кстати, можно... Просто, может, на этом острове действительно какой-то... А вот здесь можно плантацию тоже. Не, ну давайте здесь тогда. Блин, меня вот не устраивает, что для каждого острова требуется какое-то жилье еще. Это муторно. Так, давайте здесь. Вива-ля революсион! Вместе губернатор вы, я и народ мы все изменим. Собираем все еще жителей. А почему ко мне только революционеры? Я вот не пойму. Прибывают. Так, и здесь спиртзаводик сделаем. Еще раз, в каждом доме живет шестеро, да? Пожалуй, надо еще домов. Ой. Загородный барак. Так, ну что там по добыче-то? Произвительное 92%. Стоимость продукции. Такое ощущение, что не добывается золото. О! Пропали бараки. Еще и трущобы. Давайте это пока отменим. Тут, по-моему, двух домов достаточно. Пять из шести. Пять из шести. Ну что, пошла какая-то работа вроде. Да, пошла добыча золота. Исследование. Выполнено детские пособия. Дети не учитываются при расчете. А, колония-поселение. Это я могу указ издать такой. Точно. Коэффициент миграции на 50%. Правда, вероятность того, что миграция может быть преступником, повышается. Но каждый месяц вы получите, давайте, колонию-поселение. Ага, вот. То есть мы исследуем указы. Вот оно что. Работник месяца. Шахтеры и промышленные работники в два. Цирк. Ну, лучшие морские перевозки давайте, а потом детские пособия. Так. Что значит у нас у библиотеки режим работы? Это что такое? Обеспечивает общественные службы. Строение обеспечивает свободу. Но получение знаний уменьшается 50%. А как это? А почему? Почему? Ну, когда библиотека обеспечивает свободу, получение знаний уменьшается. Что это? Коруфция повсюду, губернатор. Нам приходится давать взятки, чтобы повысить уровень указанно кормить и народ. Ну, давайте, ладно. А где у нас тут? А, так мы и так его повышаем. Вообще изи. Так. Что с золотом? Идет торговля золотом-то? Пока непонятно. Что с вами? Бездомных 19, безработных 21. Надо работать. Так, давайте спиртзавод. Ваше решение всегда без... Два живых. Да. Как раз я хотел два барака возвести. И спиртзаводик. Что у нас тут? Сахар добывается? Ну, пока что-то слабовато, кстати. Ничего улучшить не можем. Давайте, давайте спиртзаводик. Маленький спиртзаводик вот здесь. Кстати, таверну бы не помешала. Продуктовый и, видимо... И, видимо, часовню надо тоже. Часовня. Продуктовый И таверна Так Вот одно возвели Слушайте, а может такое быть, что золото просто отсюда не перевозится никуда или нет? Задание так Накормите народ Уровень указа повышается А что, мне было подписано торговля золотом, что ли? Я думаю, может тут порт надо построить Я что, волнует Потому что это строительные рабочие Это все строительные Все они сюда приплывают, чтобы построить все Блин, тут, наверное, порт нужен отдельно Нет, это причал Порт перевозчиков Причал Порт Блин, а он дорого стоит 9600 Ну, добыча идет И отсюда его, кстати, забирают Это золото Периодически Куда оно девается только Это оренность, народ, где он с ресурсами Ну, выполнено Все-таки выполняется Торговля Странно, почему тогда торговый путь с короной Не считается Не завершился Бездомных 23 А где же они все живут в основном? У меня такой вопрос Ну, вот тут Дофига Вот, кстати, в этих мало кто живет Тут особо обеспеченных нету Давайте больше построим Денежки уходят? Больше бараков Тут нехватка сахара Ну, он делается Делается Что вообще по безработным? 14 Мне надо еще что-то Ну, вообще вот Часовня Продуктовый Спиртзаводик Потребление сахара снижается на 25% Может пока Прекратить Так что с рейдами у нас Ограбление Регистана из Самарканда Пираты Пираты собираются Пираты уплывают На задании Потом пираты возвращаются Так вот Пошел Пошла переработка в ром Интересно Сколько вообще требуется О, мне тут 7000 От короны перепало Колония-поселение достигает первого уровня Что еще по указам? Дрожите, мои дощечки Оказалось, это были пилигримы И они нас окружили Подождите 720 дней Это пенультиму Рагастан там грабил Теперь надо подождать 720 дней Что произойдет Ну, в общем, я думаю Для начала неплохо Стоит ли делать продолжение Зависит от ваших лайков И комментариев И что вы хотите В первую очередь посмотреть Пока вот из новшеств Я вижу пиратские рейды И вот эти острова Причем Пока создание На другом острове поселения Мне не очень понятно В любом случае Играйте в умные игры Всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok